Сегодня страна отмечает День российской науки. Праздник новаторских идей и открытий самих исследователей был учрежден в 1999 году указом президента. 8 февраля выбрано не случайно. В этот день, в 1724, по распоряжению Петра I, в нашей стране была основана Академия наук. Сегодня в Самарской области уже по традиции будут чествовать лучших ученых региона и вручать им заслуженные награды. А тех, кто своими открытиями делает мир лучше, расскажем в сюжете. Вера Шадрикова химией увлеклась еще в школе. Тогда даже предположить не могла, что будет всерьез заниматься научной деятельностью. Сейчас она не только преподает на кафедре органической химии в САМГТУ, но и проводит исследования, которые направлены на борьбу с различными вирусами. Обладательница президентской стипендии вместе с коллегами ведет работу в двух направлениях. Это поиск соединений, которые потом могут быть использованы для создания препаратов и разработка новых способов синтеза уже известных соединений. Впрочем, прежде чем вещество станет лекарством и попадет в аптеки, ему предстоит пройти большой путь. Тестирование в пробирке и на живом организме выбор оптимальной лекарственной формы. Мы стараемся как раз послужить таким истоком, то есть начальной точкой отправления, чтобы правильно задать направление движения этого вещества, чтобы действительно наша идея в итоге потом помогла людям, спасла жизни. Стипендия, она, конечно, выплачивается не на закупку реактивов, не на закупку оборудования, но является таким хорошим стимулом для более углубленного изучения материала. Так молодым ученым удалось получить соединение, которое проявляет эффективное действие против вируса ОСПы. 29-летний Марат тоже будет получать президентскую стипендию. Приятный подарок ко Дню науки. Практически все время свободное от преподавания проводят в лаборатории. В процессе применяют компьютерное моделирование, что упрощает и ускоряет работу. Для оборудования здесь только современное. Как уверяют на кафедре, таких аппаратов в России только два. Здесь оборудование нам позволяет разделить смеси веществ, то есть контроль качества. Концентрации очень маленькие и низкие. И с помощью этого оборудования можно даже в очень низких концентрациях обнаружить эти самые примеси, то есть определить частоту того или иного препарата. Любое исследование, работа командная. Важно, чтобы был человек, который сумеет направить процесс в нужное русло. Руля кафедры органической химии профессор Юрий Климочкин. Он точно знает, как заинтересовать наукой студентов. Как результат, все они принимают участие в региональных, всероссийских и международных конференциях. Представляют свои наработки на различных форумах, выставках и конгрессах. А уже после выпуска становятся востребованными специалистами. Планы на будущее грандиозные. Одно из основных направлений работы. Это молекулярные механизмы, которые позволят бороться с опасными вирусами, в частности гепатитом С. Мария Акимова, Александр Каракулько. Новости губернии.